И снова здравствуйте, и снова здравствуйте. Мы ведем наш репортаж из нашего бомбоубежища. Что-то вот у нас тут с камерой какая-то проблема небольшая возникла. Сейчас, одну секунду. Одну секунду. Вот пока посмотрим на таблицу. Да, с камерой у нас не видим. Вот, посмотрим пока на таблицу. У нас сегодня игры группы D. С вами снова Котофей, судья этого турнира. И наш сегодняшний специальный гость, Крик. Крик, представляющий команду Рой А. Он с нами сегодня комментирует этот матч. Дает какие-то свои ценные, полезные советы. Свои мнения. И расскажет нам немножко еще о своей команде. Вот у нас уже начинается вторая пара матчей. Мы сегодня играем группу D, как я уже вам напомнил. Мы с вами сейчас посмотрим матч Гов Альфа против КСР. А вторая пара у нас играет The Red Rush. То есть легендарная такая команда. Против Russian Alliance. Мы будем параллельно говорить, что там происходит. Я думаю, там бои закончатся быстрее, чем здесь. Хотя пока никто еще этого ничего не знает. Вот. Сейчас у нас и там, и там начинаются бои одновременно. Вот здесь у нас 5 секунд. Там 13. Нам нужно выехать из круга. И там, и там. И мы сейчас, собственно, этим и займемся. Вот у нас бой начался. Меня сейчас должны убить. Вот меня убили. Да, и там, и там. Там вот нужно тоже будет сейчас выехать из круга и остановиться, чтобы в нас попали. Да. Вот. The Red Rush тоже убивают нашего обзервера. И мы сейчас понаблюдаем за тем, что у нас происходит. Мы смотрим сейчас от лица команды Gears of War. Рота Альфа. Достаточно такая сильная рота, которая показывает очень интересную игру. Сейчас тут в турнирах. На глобалке тоже играет весьма активно. И это основные соперники сегодня. The Red Rush вот в этой группе. Потому что они уже выиграли первый бой. Это, в принципе, было предсказуемо. Первый матч, в смысле. В сегодняшнем групповом этапе. И вот уже они видят Леопарда на центре. Начинают его потихоньку расстреливать. Давайте посмотрим, что происходит с противоположной стороны. Мы сейчас видим от лица команды КСР, что происходит. Обе команды сейчас встретятся возле маячка. В ущелье фактически никто не пошел. Да, у Гоу Альфа только светлячок там один стоит. Давайте посмотрим на сетапы. На сетапы команд. У нас 4.32 и 1 першинг. Посмотрите, без арты играет Гоу Альфа полностью. Только с двумя следующими кличками. И все. У них очень тяжелый сетап. Очень много железа. Ну, сравнительно. Много для восьмого уровня. То есть 4 тяжера вместо 3. Это как бы очень серьезно. А с другой стороны и стандартный сетап. 3.32, першинг, хумель, леопарда, Т1. Тогда давайте посмотрим, что же происходит. Гоу Альфа занимает домики своими четырьмя тяжелыми танками. А где у них першинг? Сейчас посмотрим. Мы на першинг. Першинг уже начинает потихонечку разбирать. Ну, он потерял 400 хп, но он при этом заехал куда ему было надо. Правда, першинг с противоположной стороны целый. Но надо учитывать, что у Гоу Альфа лишний тяж. Правда, нет арты. Сейчас посмотрим, насколько это было оправданным. Такое решение. Вот, першинги бодаются здесь на балкончике. Но не бодаются, скажем так, подсвечивают друг друга. Здесь никто никого убить не может. Першинг со стороны КСР, конечно же, может особо не бояться. Потому что арты нет, он может менее спокойно себя чувствовать. Вот, першинг со стороны Гоу Альфа, конечно, арту должен побаиваться. Потому что, если он ее побаиваться не будет, арта его за это накажет, безусловно. Давайте посмотрим сейчас на второй монитор, где у нас тяжи находятся у команды КСР. По центру, как и следовало ожидать, да? Да-да. И вот, что мы видим. Обходит по маяку, то, что я и говорил. Начинает зажимать в клещи. Да, давайте посмотрим сейчас, переключимся на Гоу Альфа. И посмотрим, что происходит. Вот клещи пошли, ребята, смотрите. Сейчас, сейчас, сейчас я покажу вам это. Тут все еще першинг. Вот, 32-е на центре. Да, и два 32-х зашли сзади, вы видите, со стороны маяка. И очень, как бы, эффективно сейчас разбирают тяжи на центре. Их четверо, здесь тяжи трое. Понятно, что у них преимущество, они его реализуют, конечно же. У них намного больше стволов, они с двух сторон. Вот, сейчас первый тяж уже умрет. Первый 32-й, уже его оставили вот в покое. Сейчас второй пошел в клинч. Стреляет в зад. Точнее, в затылок в данном случае. Пробивает, пробивает в затылок. Тяжик из команды КСР и не дает ему отойти. Вот сейчас добьет того, который в 11 хп. Нет, не стал добивать, его добил другой. Сам он стоит лбом, стреляет тому, у него еще на задницу. Поджег. Он сейчас, нет, успел потушиться, но его все равно, конечно же, убили. И результат неутешительный, конечно же. То есть, КСР, для КСР неутешительный. Имеется в виду, вот еще и арта у них засветилась. Они сейчас потеряют все танки практически. Только першинг вот тот на балконе и остался. Который уже разобрал другой першинг. Да, он разобрал второго, но это, конечно же, уже не решает исход матча. Это уже понятно, уже понятно, что здесь сейчас будет. Здесь сейчас будет избиение двух последних оставшихся танков. Вот, один Т32 почему-то не поехал к арте, он поехал сразу вниз. Решил, видно, встать еще и на захват, чтобы уже не париться по поводу того, что там делать. А что у нас со вторым боем? Победа. Победа у Red Rush против Russian Alliance, да, пока что 1-0, насколько я понимаю. Да-да, 1-0. То есть, там бой прошел очень быстро, мы, к сожалению, его не увидели. Но я думаю, что Rush по центру был Rush'ем по центру. Что мы видим здесь? Здесь 6-1. 6-1, последний першинг. Давайте посмотрим на этот последний першинг. Бедный першинг, 1 хп. 1 хп, да, все. Все. Победа у Goal Alpha 1-0. 1-0 в этом бою тоже достаточно быстрая. Как вы видите, без арты, совершенно без арты. Просто задавив тяжами и одним першингом, который единственный у них и умер. Они очень быстро так добились желаемого результата. Молодцы, ребята, очень неплохо. Более того, хорошо сыграли. Потому что все-таки мы вчера видели примерно такую же ситуацию. Правда, там были не тяжи, там было много першингов. Но примерно такой же Rush'ем разбился просто об железный деф. Вот что наш гость, Крик, думает по этому поводу? Есть ли смысл давить железом на этой карте? Или есть смысл все-таки играть позиционку? Как ты считаешь? На мое мнение, все-таки стоит лучше брать арту. Стоит. Но есть очень много вариаций составов. И лучше идти, конечно, на мое мнение, от двух арт. От двух? Конечно. А за счет чего мы тогда будем понижать очки? То есть мы берем меньше тяжей? Нет. Зачем? Вот на мое мнение, гриль намного даже эффективнее, чем тот же Хумель. То есть четвертый уровень вместо третьего? Конечно. А что, скажешь, о Су-26 или может быть вообще о Бизонах? Если совсем уже понизиться по очкам и взять больше по количеству? Ну, на мое мнение, это просто слив. Слив команды. Ну, почему? У Бизона все-таки пушка пятого уровня, насколько я помню. Она стреляет не хуже, чем у Гриля во всяком случае. Ну, так-то, ну да. Но опять же ж таки, Гриль намного точнее. Его обнаружить намного тяжелее. И скорострельность намного выше. А Су-26? Все-таки точность очень высокая. Пусть небольшой урон сравнительно, но при этом. Но дальность очень маленькая. Тогда, когда Су-26 надо перемещаться по полкарты, то Гриль может стоять... То Гриль достает достаточно далеко, да? Да, он берет 90% карты. Ну да, то есть Гриль такая достаточно интересная. Арта четвертого уровня, да? Которая позволяет... Да. Позволяет весьма неплохо ее использовать. Это так. А если говорить, скажем, о Су-5, как альтернативе Грилю? Ну, смотри, Андрей. Если, к примеру, сравнить эти две арты, то если, к примеру, зарядить золото в Гриль и в Су-26... В Су-5. В Су-5. Скажем так, Гриль намного преимущества... Намного больше. Почему? Во-первых, скорострельность. Во-вторых, если кто-нибудь когда-нибудь тестил эти две арты, Грилю хватает выстрелить золотом по танку не более трех раз, чтобы его убить. То есть он все-таки дамажится много серьезнее, да? С другой стороны, Су-5 она очень отвесно накидывает. Но. Такая траектория за камни и домики. Да, но есть очень большое но, ребята. Опять же таки, сплэш у Су-26, у Су-5 нет. То же самое фактически и у Гриля. Но у Су-5 очень маленький разброс. Имеется в виду разброс, к примеру, если танк перемещается, то у него сразу же слетает прицел, моментально. Понятно. А у Гриля намного больше. Ну плюс к тому, я не помню сколько у Гриля боекомплекта, а у Су-5 там очень маленький боекомплект, насколько я помню. Да, это так. Я, честно говоря, не помню у Гриля, не могу сейчас так на лету сказать. Давайте посмотрим, что у нас происходит. У нас 1 минута 44 секунды еще до боя. Состав не изменился у Гу-Альфа. То есть они уверенные в том, как прошел первый бой. Абсолютно точно так же все у них и дальше продолжается. В том же самом ключе. Вот сейчас начался уже второй бой у Ред Раш по центру. Они даже не стали ждать, пока наш наблюдатель выйдет из круга. Они его убили на месте. То есть они даже не допускают в мыслях такого расклада, что у них будут кто-то брать базу и прятаться за ним. Поэтому мы будем говорить, как там происходят дела. У нас осталась еще одна минута, чтобы спросить у нашего гостя, что он вообще думает по поводу того, как команды играют сегодня. Мы вот с ним уже смотрим вместе вторую серию боев. Вот что интересного мы увидели? Такого необычного, может быть, что-то не ожидал увидеть, скажем так, вот сегодня в этих боях? Скажем так, я не ожидал действительно увидеть, что команда будет играть действительно без арт. Артиллерия это довольно серьезная. И помощь и танкам, и которая бьет и достает везде фактически, где ей можно достать. Во-вторых, я не ожидал увидеть от команды RedRush клещей. Честно говоря, для меня это что-то было новое. Я думал, они будут действительно делать, как они и делают. Рашить именно по центру. Второе. Очень много команд используют одну и ту же тактику. Фактически никто не идет, скажем, другими путями. Одна команда, единственная за сегодня, кого я увидел, которая пошла через маяк и правильно сделала. И она и выиграла. Она зажала в клещи этот весь деф, который был. И разобрала. Начало у нас боя. Что мы видим? Что мы видим в начале боя? Сейчас посмотрим. Интересная тактика. Первая в моем списке команда, которая была, я вот много раз говорил, стоит брать ПТ. Стоит. И они все-таки взяли ПТ сейчас, да? Т-28. Такой неоднозначный выбор. Очень медленная. Да, очень медленная. Но при этом с очень хорошим орудием. С очень скорострельным, точным и достаточно мощным орудием. И при этом, как бы, еще и с очень крепким лбом. Вот интересно, где они ее будут использовать. Я думаю, что они ее, скорее всего, поставят внизу, укрыть аллейку. Может быть. Или вообще на базе просто. Тупо отстреливаться с места. То есть ей скорость просто не позволяет. Вот как ты думаешь? Я думаю, она на базе останется. На базе, да? Конечно. А мы посмотрим, куда она поедет. Вот мы сейчас буквально переключимся на второй монитор. Где же она? Она стремительно рвется к маяку. Интересно, интересно. То есть она надеется забраться на горку при своих 13 километрах в час, насколько я помню, да? На горку она будет ехать намного медленнее. Ну, это понятно. То есть 13 у нее максимальная скорость, насколько я понимаю. Насколько я помню, во всяком случае. Это называется «Те, кто прокачивает американские ПТ, имейте в виду, вот если вы хотите прокачать американские ПТ, то до седьмого уровня включительно вы будете чувствовать себя на среднем танке. Вы будете гонять со скоростью 55 километров в час на Т-25АТ и на более низкого уровня ПТшках. И думаете, что жизнь прекрасная и удивительная, что вы на среднем танке, и что вы тут вот такие крутые, быстрые и замечательные. Потом на восьмом уровне у вас максимальная скорость 13 километров в час, и на девятом, соответственно, тоже. И стиль игры кардинально меняется просто. Просто совершенно другая игра начинается. Но при этом, конечно, у них очень хороший лоб и практически очень отличные, скажем так, орудия, которые дают большую фору одноклассникам. Очень мощная. Ну, как сказать, на восьмом-девятом уровне у советов и у американцев достаточно мощные и хорошие орудия, да? Но перезарядка у русских намного меньше. Да, перезарядка у них больше, и при этом у них еще и живучесть намного меньше за счет того, что все-таки Т-28, Т-95 это такие очень жесткие ПТшки, такие тверденькие. Даже вот по Т-95 бывает приходит прямое попадание от арты седьмого-восьмого уровня, и при этом не пробил. Давайте пока посмотрим, как развиваются события. Вот мы смотрим на три Т-32, тут уже завязался бой, одного уже сильно покоцали, практически он убит, он отъезжает назад у Гувальфа, а они в этот раз не стали так уже резко давить, они вот обходят, давайте посмотрим, Першинг и Т-32 у них вот объезжают, видно, объезжают. Видно сразу, это бедная ПТ, первая цель у врагов. Да, она не успела даже заехать наверх, вы видите, она сразу умерла, то есть, действительно, тащить ее на гору было абсолютно неоправданным. Глупо, очень глупо. То есть ПТ-хо хорошее, ее можно было оставить в дефе в таком, в крепком, но они никак не ожидали, что так быстро приедут танки, и просто не дадут ей даже доехать до того места, куда она хотела встать. Из начала боя, как мы наблюдали, Леопард засветил маяк, что дал большое преимущество отстрелять врага. Они так и сделали, не упустили этот шанс, и расстреляли их в бок, поэтому они уже доехали до маяка расстрелянные. А что у нас происходит во втором бою? Ты можешь нам сказать, ты сидишь ближе? Как там у нас со счетом? Идет захват базы. Захват базы, кто захватывает? Раш по центру? Или все-таки русский альянс? Я так понял, альянс. Нет, Раш по центру. Раш по центру захватывает базу русского альянса, да? Да-да. На базе стоят два танка. Ну, то есть, там еще все неоднозначно, да? Но захват уже идет. Да, я вижу, там захват уже больше половины, то есть, сейчас будет 2-0, судя по всему, да? Ну, если не остановят этот захват, то да. Ну, давай вернемся пока к нашему матче, сейчас мы увидим это через некоторое время. Здесь у нас, здесь у нас пока что все стоят. То есть, Гов, Альфа, они добились преимущества, они реализовали свое преимущество в танках. Они убили, во-первых, ну, Леопарда, во-вторых, ПТ-шку. У них сейчас намного больше стволов. Но они все-таки побаиваются арты немножко. И побаиваются арты. Вот они оттягивают першинка назад, вероятно. Он сейчас пойдет посмотреть, что там внизу или что за маяком творится, судя по всему. Но сейчас КССР рискует оказаться опять в клешнях. Давайте посмотрим, что делают КССР. Где их танки? Танки находятся возле маяка. Ну, это вот один, а остальные, можно посмотреть, на них повернуться как-то? Угу. Ну, то есть, они заняли оборону за домиками, как делают многие команды с этой базы, да? Ну, опять же таки, да, они проиграли балкон. То бишь, их можно сейчас спокойно идти и зажимать клещами с маяка и балкона, зайти им туда и туда. Да, но с другой стороны, пока те, кто будет ехать с балкона, будут ехать, им накидает арта, и накидает весьма неплохо. Могут еще поступить мудрее. Просто узнав, где расположение танков, запустить трактор, просто подарить им этот трактор, узнать, где они находятся, и пойти просто по ущелью. Ущелье никто не охраняет. Да, то есть, достаточно туда послать першинга одного, чтобы он уже сильно напряг захватом базы. Заодно за артой проехался, да? Конечно. А где, кстати, у них арта? Давай посмотрим, где арта у... Она стоит на базе. ...представителей КССР. Да, то есть, если першинг или какой-то другой танк приедет сюда по низу, по ущелью, по аллее, по артиллерии, то артиллерия, я думаю, не проживет здесь достаточно долго. А тем временем у нас на центре все то же самое. Вот Т-32 показал нам один танк противника. Давайте посмотрим, где першинг. А першинг тем временем делает именно то, о чем мы и говорили. Посмотрите, першинг вовсю, вовсю, на всех парах мчится по аллее. Сейчас увидит арту, судя по всему. Сейчас увидит арту и будет ей... Арта его уже видит, да, они оба схлестнулись. Пока он арту не видит. Кстати, вот он, только сейчас ее увидел. Хумель отъезжает, пытается от него прятаться. Першингу, может быть, сейчас накидают сверху, хотя там еще далековато. Першинг машина сильная, она выдержит первый удар. Арта промахнулась у першинга. Ой-ой-ой, все. Першинга огромная фора, он ее сейчас просто-просто не спеша, абсолютно спокойно. Хумель от него никуда не убежит. Несмотря на то, что он достаточно быстр, пытается побегать от першинга, кстати. Ну, першингу некуда торопиться, Хумель отстрелял. А вот что я говорил. Пришли они с маяка, начинают зажимать. Давайте посмотрим. Балкон, маяк. На центре, вот, с маяка два танка обошли, то есть они их со всех сторон просто задавили. Нельзя стоять на этой карте в малое количество танков в таком вот жестком дефе, потому что, когда 15 танков, скажем, во время кланвара, то это один вопрос. Можно все направления более или менее эффективно прикрыть, да? Семью танками заткнуть все дыры практически невозможно, тем более, когда 42 очка не хватает, чтобы полностью затариться большими танками, да? Вот все, мы видим практически, практически в сухую. То есть только Т1 был уничтожен у команды Гов Альфа. Итак, 2-0 у Гов Альфа. И я так понимаю, что 2-0 у Раш по центру? Да, ты совершенно прав. Да, то есть Гов Альфа выигрывают у КСР со счетом 2-0, и Раш по центру выигрывают также со счетом 2-0 у команды Русский Альянс. Сейчас мы прервемся, точнее мы не прервемся, мы зададим нашему гостю пару вопросов. Я за это время заполню турнирную таблицу, мы увидим результаты. А наш гость расскажет нам немножко еще о том, собственно, какой клан, какую команду он представляет. На тот случай, если вы пропустили нашу первую трансляцию, которая была до этого с нашим гостем. Пользуясь случаем, хочу передать огромный привет всей Твери, кто меня знает, моему клану, нашим подкланам, Рою Альфа, Тверь, Рой-Ц. Большой привет нашему клан-командиру, маэстро Сережке и всем ребятам киевлянам, кто состоит в этом клане. Наша, в основном, основная цель выдавить редов, скажу открыто. Мы сейчас идем в Европу, так что, ребята, запомните этот клан. Цель достаточно такая, не просто достижимая, надо сказать. Запомните этот клан, мы придем за вами. Ну и расскажи немножко о том, вот как вы, как вы вообще играли бы вот эту карту сейчас, если бы вы все-таки попали в этот турнир. Вы не попали, к сожалению, в этот турнир, мы с тобой общаемся так вот. Не как с представителем команды, которая будет еще играть в этом турнире, но я надеюсь, вы придете к нам на турнир LAN 26 числа, который здесь будет. Но мы о нем еще сейчас немножко поговорим чуть позже. И давайте вот все-таки ты нам немножко расскажешь про то, как вот вы играете Утес, или как вы бы играли Утес в таком сетапе. Какие танки вы бы взяли? Как вы предпочитаете действовать на этой карте? Ну скажем, в любом случае взяли бы артиллерию, в любом случае. Да, Т-32 хорошая машина, как я раньше говорил, очень мощная башня у этого танка, но слабый корпус. Если правильно использовать характеристики этого танка, то машина фактически непобедимая. Все, кто знает этот танк, я думаю, вряд ли поспорят со мной. Пошли бы, конечно, по той же тактике. По той же тактике. Смотря откуда пошел бы у них раш. Поэтому сначала расстановка была бы действительно дефенс, то бишь деф. Расставили бы танки так, чтобы узнать просто, где силы противника. После того, как узнали силу противника, для чего и нужна артиллерия. Она помогает очень сильно в составе. Не теряя танки, можно убить фактически всех. Не теряя ни одного танка. Кто был в кланварах, это знает. Когда идет бой 15 на 15, артиллерия очень многое решает. Очень многое. То есть все-таки от артиллерии вы бы отказываться не стали, да? Нет. Сейчас мы увидели, что игра без артиллерии тоже дает такие интересные очень результаты. Очень хорошие. Не поспорю, да. Но опять же, если грамотно расставить деф, то, поверьте, на слово... И 7 танков достаточно, да? Все-таки. Вполне. Вполне. Из которых, в принципе, 2 это обычно светляки, да? Просто по сетапу, да? Да. Пока завязывается бой с ТТ, артиллерия в этот же момент разбирает. Разбирает все, что движется. Ну, да, но, конечно, здесь артиллерия все-таки не тех уровней, не столько закидывает, в принципе, да? Ну, пока я видел только одну артиллерию, которая перезаряжается намного дольше, чем даже тот же гриль. И т.д. и т.п. Любая арта. Ну, да. В принципе, 2 гриля могут так неплохо накидывать. Конечно. Ну что, давайте мы посмотрим на турнирную табличку, что у нас происходит. У нас происходит следующее. Goalpha и The Red Rush по центру. Одерживают по 2 убедительных победы. У них по 6 очков. Понятно, что это безусловные лидеры данной сетки, данной группы. Russian Alliance и CSR уже практически без шансов, точнее, не практически, а без шансов выйти из группы. То есть, следующая пара боев уже вообще ничего не решает в этом отношении. Уже определились лидеры и аутсайдеры. Goalpha и The Red Rush проходят в любом случае, как бы сейчас не завершились следующие бои, проходят дальше. Они выходят из группы Russian Alliance и CSR из группы не выйдут. Но я надеюсь, что мы в следующих боях все равно увидим 2 интересных боя. Но, во всяком случае, мы увидим 1 и прокомментируем 1. А будет их 2, и я надеюсь, что все команды все-таки сыграют этот матч престижа и покажут нам интересную, классную игру. Тем более, что в следующем бою, в следующем бою, мы с вами понаблюдаем Goalpha против The Red Rush. То есть, 2 фаворита вот этой группы схлестнутся между собой. И это такие заклятые враги на глобальной карте. И вот сейчас их кинуло вместе в сетку, в турнир, в одну группу. И я думаю, что это будет очень интересный бой, который ни в коем случае нельзя пропустить. Как ты считаешь? Да, этот бой обязательно нужно посмотреть, ребят. Это будет интереснейший матч Red Rush. Интересно, вот как поступит Goalpha, зная этот клан? Тем более, они не раз уже сталкивались. Да, это 2 серьезных команды, которые хорошо знают друг друга. Я думаю, что... В бою, ребят, решают. Возможно, мы увидим какие-то нестандартные решения. Это так. Поэтому решает очень многое тактика. Ихние командиры, кто их придумывает, эти тактики. Да, то есть очень многое в бою зависит все-таки от командира. От того, как командир смог изначально определить тактику. Смог в бою, если вдруг что-то идет не так, как он запланировал. Как командир умеет перераспределить силы, вовремя сориентироваться быстро. И даже в проигрышной ситуации некоторые командиры умудряются как бы вот так своих бойцов настроить, что к бойцам плюс три к морали сразу. Это точно, да. И бывает, что даже проигрышные бои вытягиваются просто за счет того, что командир умеет хорошо держать в руках свою команду. Ну что ж, у нас через 35 минут будут эти бои. Мы с вами посмотрим матч Гоу-Альфа против The Red Rush Team 1. Соответственно, сейчас мы делаем 35-минутный перерыв. У вас есть возможность пойти перекусить, передохнуть. И возвращайтесь к нам через 35 минут. Последняя пара боев на сегодня. Я надеюсь, что нам предстоит просто очень интересный, замечательный матч, который нельзя пропустить. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok